Самарский предприниматель Семен Кафырин занимается моржеванием уже два года. Считает, что если один раз попробуешь, то уже не остановишься. Главное – правильный настрой. Самое первое – это внутренний моральный дух собрать, то есть понять, что это можно, это реально, в этом ничего нету страшного. И если есть какие-то сильные переживания, то, может быть, первый раз окунуться не с головой, а вот по шее. Но самое главное – это внутреннее уверенность. А вот Геннадий занимается моржеванием уже семь лет. Окунаться в холодную воду ему очень нравится. Да и простудой не болеет. Считает, что дело в закаливании. А надо просто не думать об этом. Идешь и знаешь, что здесь не жаркая, а прохладная вода. Принимаешь как должно, и все, только так. Мы вот сейчас ходим, мы же тоже ощущаем, что она не горячая. Ну, я, например, как начал ходить, я ни разу не простывал. Ой, хорошие ощущения. Попробуйте. Тело покалывает. Приятно так. Очень хорошо. Многие верят, закаливание положительно влияет на здоровье. Окунувшись в Иордань, можно избавиться от многих болезней, а также укрепить душевные и телесные силы. Тем не менее, медики предостерегают – купаться в проруби можно не всем. Врачи советуют готовиться к погружению в прорубь заблаговременно. Это может быть контрастный душ, обтирание холодной водой. Также снежное закаливание никто не отменял. Хорошо. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо. Хорошо же. Не следует путать моржевание тренированных людей с единоразовой акцией, такой по окунанию в ледяную прорубь. Это совершенно разные вещи. Если первое – это оздоравливающая процедура, то второе – для человека, который не тренирован, который в течение года не контактирует с холодной водой, не тренирует себя, не улучшает тонус сосудов и собственное кровообращение, это опасное мероприятие. Не пренебрегайте советами врачей и помните, что здоровый образ жизни – это не только экстремальные купания, но и просто прогулки на свежем воздухе. Я хотела давно уже моржом ссать, но так и не получилось. На лыжи хожу каждый день. Я обливаюсь водой ледяной каждый день. Мне достаточно, мне можно уже не позволить это делать. Для тех, кто мечтает окунуться в прорубь и уже достаточно для этого подготовился, есть еще несколько важных правил. Перед купанием желательно подкрепиться, тогда у организма будут силы и энергия. А еще нужно обязательно быть трезвым, перед купанием разогреться, а потом глубокий вдох и в воду. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.